Сады уже сегодня можно считать визитной карточкой Белгородской области. Пожалуй, нет ни одного района, который бы не принимал участие в областной программе развития садоводства. Энтузиастов, решивших превратить регион во второй Крым, нашлось немало. Но садоводам, особенно начинающим, уже пришлось столкнуться и с первыми трудностями. Одна из них – это заболевания плодовых, в том числе и карантинные. Это горят саженцы, которые садоводческое хозяйство завезло из Греции. При проверке посадочного материала Россельхознадзором в одной из партий был обнаружен бактериальный ожог плодовых. Этот патоген за один-два сезона на глазах убивает сад. Ветки деревьев выглядят как после пожара. Для садоводов заключение специалистов было полной неожиданностью. Когда завозили саженцы, мы соблюдаем все процедуры, берутся отборы, проб, образцов. Все проходит через Россельхознадзор, поэтому проблем не было. Это случилась одна проблема из 44 машин в одной машинной машине. Случилась проблема во всех остальных машинах. Машинах брали образцы проблем не было. Чтобы не подвергать сад опасности, чтобы заболевание не распространилось. Это проблема на весь сад, поэтому лучше на данном этапе понести определенные убытки, чем в будущем гораздо больше понести. Собственникам еще придется разобраться с поставщиком некачественного материала. Но это уже другая история. А то, что заболевание было вовремя обнаружено и не распространилось, результат оперативной работы двух территориальных управлений Россельхознадзора, а также Всероссийского научно-исследовательского института карантинных растений, где проводились исследования. И вот на примере сегодняшнего мы можем понять, насколько важно вовремя обнаружить заболевание, в том числе карантинное заболевание. А это заболевание плодовых, которое вносит огромный экономический ущерб. Вовремя купировать его, уничтожить, не допустить его расползания по территории области. Зараженные саженцы, они находились в хозяйстве всего несколько недель, пока не были получены результаты исследований, были сожжены. И это позволило не допустить распространения заболевания в Прохоровском районе. А вот, к сожалению, в Шебекинском, он находится на расстоянии более 100 километров, иная ситуация. Здесь бакожок был выявлен ранее, в частных домовладениях, и уже успел распространиться по городу. Сейчас в районе под контролем Россельхознадзора проводятся широкомасштабные карантинные мероприятия. Инспекторы обследуют садовые участки, беседуют с населением, выпущены листовки, зараженные деревья будут уничтожаться. Продолжение следует...